МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первую очередь задача стоит показать, что сотрудники органов внутренних дел не только несут службу в субъектах Российской Федерации по охране общественного порядка, не только выезжают в горячие точки, но, как, наверное, и обычные люди, они умеют у нас и петь, они умеют у нас и танцевать, они умеют у нас выступать с замечательными номерами, не бояться этого. И некоторые коллективы выступают на серьезных сценах, на центральных сценах, как бы пользуются уважением, и показать, что люди, которые несут службу в погонах, это такие же обычные люди, которые способны на многие-многие хорошие вещи. Вот этот фестиваль, он проходит ежегодно, проходит он в три этапа. Первый этап и второй, он проходит в субъектах Российской Федерации, всей страны, то есть проводится отбор лучших коллективов на территории различных областей, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Центральной. То же самое и Калининград участвует, да? Соответственно, в дальнейшем проводится отбор этих коллективов на основании заявок, и те люди, которые показали, привезли лучшие номера. Заключительный этап среди них проходит в одном из городов Российской Федерации. То есть в этом году мы проводим 11-й фестиваль нашего конкурса. Этот фестиваль будет в городе Рязани, до этого были такие города, как Нижний Новгород, Барнаул, Кострома, ну и много-много других. То есть каждый конкурс заканчивается в каком-то из городов. В этом году у нас, соответственно, 11-й. Мы проводим здесь на территории, на сегодняшний день подтвердили свое участие уже. То есть кто обязательно приедет, это 370 человек. 74 региона. То есть представляете, какой масштаб, это, можно сказать, акции, чтобы показать людям, которые живут в Рязани, на что способны Министерство внутренних дел. Начнется он у нас, пройдет с 8 по 13 июня. Сам отбор будет проводиться с 9, 10 и 11 числа. Соответственно, и 12 числа на площади Победы города Рязани будет, я думаю, фееричный, праздничный. В День России настоящий концерт не только сотрудников, я вам так скажу, но и вообще коллективов Рязанской области, и, можно сказать, эстрадных коллективов. То есть в настоящее время, я говорю, уже подтвердили свое участие вместе с нашими сотрудниками. Два коллектива, это группа «Нана», это подтвердила у нас «Волга-Волга», подтвердил свое участие Руслан Олехнов, который уже обязательно приедет и готов выехать, для того, чтобы выступить вместе с сотрудниками на этой сцене. Номинаций очень достаточно большое количество. Это хореография, инструментальная музыка, авторская песня, сольное пение, то есть, ну, вообще различные направления, поэтому, я думаю, количество участников будет достаточно. Управление Министерства внутреннего дела России по Рязанской области сделали еще одну отдельную номинацию, которая у нас называется «Родился я с песнями посвящение Есенину». То есть, каждый коллектив, который приедет к нам из другого региона, привезет с собой по одному номеру на стихии Есенина. После отбора, который проведет жюри, эти лучшие номера, которые они определят, мы хотим показать 11 числа в 13.00 в музее имени Сергея Есенина на центральной сцене. И это будет не только для сотрудников, не только для ветеранов или для работников музея, но также мы хотим это и для гостей Рязанской области, для жителей города Рязани, чтобы, ну, как сказать, все люди увидели, что Министерство внутреннего дела – это не только силовая правоохранительная структура, но и люди, которые умеют петь, умеют сочинять, умеют придумывать и красиво исполнять. Творческая единица. Творческая единица, да, ничем не отличающаяся, наверное, от других. Люди настолько настраиваются, у них желание, грубо говоря, приехать, показать все лучшее, то есть везут очень большие коллективы. Хотелось бы, вот мне лично, да, хотелось бы просто пригласить, наверное, всех, и жителей города Рязани, и гостей, которые приедут в эти праздничные дни к нам в город, чтобы все, ну, как сказать, посмотрели, это будет все в афишах, это все будет вывешено, доступно, то есть чтобы все приходили, приезжали в музей Есенина, да, посмотреть, как это будет смотреться там на сцене, вот эти номера. Пусть они приходят на площадь Победы, которая будет вечером, да, то есть завершится это все праздничным салютом. Тем более делаем это мы в День России. Та музыка, те номера, которые будут, они будут связаны и с Днем России, они будут и патриотические, они будут эти исполнения и лирические, они будут касаться, наверное, всей жизни, которую каждый человек видит. Поэтому, думаю, будет интересно, празднично, и вот людям, мы хотим сделать настоящий праздник для всех людей, которые будут в городе Рязани, чтобы понимали, что вот оно Министерство внутренних дел, которое вот умеет делать и такие вот хорошие вещи. Ну вот Рязань сама готова, как Вы считаете, к такому масштабному мероприятию? Я считаю, что Рязань всегда готова к проведению любого мероприятия, которое связано с таким добрым, хорошим, там, энергией, инициативой. Вот, поэтому тут, я думаю, вопросов не изникает, проведем, встретим гостей, и, я думаю, даже те коллективы, которые приедут, уедут от нас с хорошим, добрым отношением к Рязани, к Рязанскому краю. Вот такой вопрос тоже из любопытства. А ветераны органов внутренних дел вообще принимают участие в этом фестивале? Ветераны органов внутренних дел принимают. Там даже принимают участие дети сотрудников органов внутренних дел. То есть категория как бы не замыкается, только именно вот ты должен быть сотрудником. Потому что у сотрудников есть там близкие, родные, там, дети, там. И ветераны органов внутренних дел приезжают со своими там номерами, там, вместе с сотрудниками молодыми исполняют. Привозят детей, которые тоже исполняют вместе там с папами, мамами, все это на сцене выходит. Ну, то есть вот я говорю, что люди, то есть возраст не ограничен, который будет выступать. И в то же время и то количество номеров и номинаций, оно тоже не ограничено. То есть все направления мы практически перекрываем. Запланирован еще ряд мероприятий, которые пройдет как бы в рамках этого фестиваля. Это у нас запланировано с участием руководства Министерства внутренних дел возложение на площади Победы к Мемориалу Победы. То есть все участники фестиваля вместе с руководством Министерства возложат к Мемориалу Победы цветы, гирлянду с цветами, да. Второе мероприятие практически на стадии совершения. И запланировано открытие памятника погибшему сотруднику, который находится на территории управления Министерства внутренних дел России по Рязанской области. То есть это большой тоже мемориальный памятник, на котором все фамилии сотрудников, которые погибли при исполнении служебной обязанности, как в период Великой Отечественной войны, так и в настоящее время. То есть это тоже будет в рамках мероприятий. Запланирована встреча руководства Министерства внутренних дел с ветеранами, с членами семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. То есть все эти мероприятия, то есть в рамках вот этой акции, в рамках фестиваля они будут проходить. Так скажу, участие большое принимают в подготовке и проведении мероприятия, в том числе не только со своими номерами, коллективами. У нас выступит на этой площадке Рязанский филиал Московского университета Министерства внутренних дел России по Рязанской области. То есть тоже они будут нам, как и помощники в организации, грубо говоря, встретить гостей, разместить, помочь им сориентироваться, сводить на экскурсию. Но также они готовят свои номера, которые вот конкурсной комиссии, конкурсном жюри будет отсматриваться. То есть 9-го числа в филармонии мы уже планируем провести концерт-открытие. Концерт-открытие будет проведен не только участниками фестиваля, не только коллективами Рязани и Рязанской области. Но на этот концерт-открытие приедет Центральный оркестр полиции России под управлением Феликса Борисовича Арановского. Он всегда, все его выступления на сцене, в других регионах запоминаются, потому что это большой коллектив, который всегда приезжает. Не один, который приводит артистов эстрады, вместе с ним они исполняют различные вещи, которые запоминаются людям. Управление Министерства внутренних дел России по Рязанской области, Министерство внутренних дел России по Рязанской области будет рада вас видеть на тех мероприятиях, которые проводятся в рамках фестиваля музыкального творчества «Щиты Лира». Поэтому от лица руководства, от себя лично, от всех сотрудников органов внутренних дел мы вас приглашаем посетить наш галоконцерт, который состоится 12 июня в День России на Площади Победы. Виктор Александрович, прекрасные слова, спасибо за приглашение. Очень хочется верить, что сегодня многие рязанцы услышали его и обязательно будут присутствовать. Спасибо. Желаю успехов в проведении работы, всего вам доброго, благодарю, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо. Это была программа подробностей, мы с вами скоро увидимся, оставайтесь с нами, всего доброго.